Вообще, если обратиться к самому названию, да, мертвые души, как часто говорят, это оксюмарон, душа мертвой быть не может, душа бессмертна, а значит, она всегда жива. И когда, к примеру, замечательный исследователь Гоголя Владимир Воропаев рассуждает о мертвых душах, он подчеркивает, что вообще-то замысел этой поэмы, которую с его точки зрения некорректно сравнивать с божественной комедии Данте или с Илиадой, Одиссеей, Гомера, что это абсолютно самостоятельное и самобытное произведение. Вот он говорит, что, скорее всего, и судя по записям Гоголя, которые он приводит, это действительно так, была авторская задумка в том, чтобы к концу поэмы Чичиков получил импульс к изменению. Плюшкин заговорил бы чуть ли не на пророческом языке. Причем, да, вот как Воропаев или Манн, кто-то из них отмечает, я сейчас уже не помню, попробую сейчас это где-то восстановить в записях, кто-то из них обращает внимание, что поскольку Гоголю очень нравился языков как поэт, ему хотелось, чтобы Плюшкин в итоге заговорил возвышенным языком поэта Языкова. Вот такая вот интересная инверсия. Ну, конечно, да, второй и третий том, они подразумевали бы те самые трансформации, о которых мы с вами в связи практически с каждым произведением говорим, обращая внимание на то, как это в русской литературе происходит. Томас Манн, уже другой Манн, да, Томас Манн, классик европейской литературы, не случайно о нашей литературе говорил, что она святая, святая русская литература. Начинается вот этот вот большой путь, думаю, что все-таки с Пушкина, если большой путь именно брать не истоки, а уже разлив реки, да, и Гоголь, в этом смысле Гоголь, Лермонтов, они подхватывают эту эстафету. Гоголь, которого в советском литературоведении принято было считать таким бичевателем социальных пороков, на самом деле, конечно, про другое. И думаю, он очень бы расстроился, если бы увидел, что прочтение Белинского в нашем литературе ведения в итоге возобладало. Белинский видел в Гоголе прежде всего вот такого социального борца, и как только почувствовал, что дело пахнет каким-то духовным поиском, какими-то, как сказать, вопросами, связанными с вертикальным измерением, Белинскому все это не понравилось. И он, в общем-то, его интонация по отношению к Гоголю сначала чуть-чуть видоизменилась, а когда вышли выбранные места из переписки с друзьями, по сути такое духовное, уже в прямом смысле размышления Гоголя, Белинский написал свое известное письмо, в котором Гоголя как только не называл и не бичевал. И досталось Гоголю тогда немало. Он отправил Белинскому свой ответ. Этот ответ, в принципе, он сейчас известен, его можно прочитать. Он был воспринят современниками как слабость со стороны Гоголя. Гоголь в этом письме сказал Белинскому, ну вот, может быть, вы в чем-то и правы, и я действительно не соответствую тем высоким критериям, которые, наверное, ждут от писателя, и чуть ли даже не извинения какие-то попытался там принести. Однако при этом, при этом все-таки стараясь Белинского развернуть в сторону более глубокой системы измерения, в сторону смыслов, говоря о том, что поймите, мы с вами ребенки перед этим веком. Однако это второе письмо Белинскому, то, которое Гоголь отправил своему критику и, в общем-то, главному оппоненту. А первое письмо, которое Гоголь написал в ответ Белинскому, отправлено не было. Гоголь в этом письме в выражениях не стеснялся, Белинского отчехвостил по заднее число, простите за выражение. Однако письмо это было автором порвано, не сожжено, да, что важно для нас, да, не выкинуто, а он его просто порвал и сложил вот в конвертик, там, в ящик. Почему он так сделал, можно только догадываться. Может быть, втайне надеялся, что когда-то это письмо кто-нибудь восстановит. Представьте себе, да, это письмо в наше время восстановлено, и если его прочесть, то там Гоголь на языке Белинского объясняет очень убедительно Белинскому, в чем он не прав, когда бичует Гоголя за выбранные места из переписки с друзьями, и попытку мыслить в евангельских категориях. Гоголь не отправил Белинскому это резкое письмо, потому что прекрасно знал, Белинский болен чахоткой. И если Гоголь отправит ему письмо, написанное в столь резких выражениях, Белинский его обязательно прочтет, и как это отразится на его здоровье. Это была та причина, по которой Белинскому ушло бескостное, мягкое письмо, за которое Гоголя еще больше начали ругать. А мотивация была такая, которая свойственна именно глубокому христианину. Не на словах, а на деле. То есть ценой собственной чести, фактически. Ну и что обо мне подумают? Главное, что я не буду в своем письме прибегать к выражениям, которые могут доставить сердечное беспокойство в отрицательном значении моему оппоненту. Вот такой момент, характеризующий на самом деле, очень серьезно характеризующий Гоголя. Гоголь с сороковых годов, то есть «Мертвый душ» начинает писать в 35-м, заканчивает в начале сороковых, в 42-м выходит первое издание, потом сразу же выходит второе издание, роман пользуется, поэма пользуется огромной популярностью. И на самом деле ведь Гоголь для современников по-прежнему автор «Вечеров на хуторе близ диканьки» умопомрачительно смешных. Он автор комедии «Ревизор», которая по авторскому замыслу называется комедией. То есть тут это не мы с вами придумали, Гоголь сам написал. Комедия. И «Мертвые души» тоже воспринимаются кем-то как сатирическое произведение, кем-то как социальная такая драма. Однако, если посмотреть на контекст, в котором мертвые души рождаются, посмотреть на то, что внутри Гоголя в этот момент происходит, мы с вами увидим, думаю, что со всей очевидностью. Речь не о высмеивании социальных пороков и небичевании тем более, а о совершенно других вещах. У Гоголя в сороковые годы вектор действительно разворачивается, вектор его поиска разворачивается в сторону Евангелия. Это видно, например, по развязке «Ревизора». Помните, мы с вами в самом начале цикла вот этих лекций здесь, в пространстве Фавор, говорили как раз о «Ревизоре Гоголя», о шинели, о развязке «Ревизора». Собственно, «Развязка Ревизора» — это сиквел пьесы, написанная спустя 10 лет после основного «Ревизора». То есть «Ревизор» — 35-й год, там 35-й, 36-й. Развязка «Ревизора» — спустя 10 лет появляется. Пьеса к тому моменту уже облетела все значимые сцены России, везде с восторгом принята, поставлена, да, она понравилась самому императору, а значит никакая цензура не может ходу этой пьесы помешать. И только Гоголь недоволен. То есть артисты довольно счастливы, какой богатейший материал для игры. Счастливы зрители, недоволен только автор, который через 10 лет садится и пишет пьесу, под названием «Развязка Ревизора», где артисты, только что сыгравшие на сцене, собственно, пьесу «Ревизор», вышли за кулисы и между ними разгорается бурное обсуждение, а про что, собственно, пьеса, которую мы сейчас сыграли. И первый комический актер, под которым Гоголь подразумевал Щепкина. Я прошу прощения для тех, кто прекрасно знает этот материал, да, на всякий случай просто, может быть, кто-то не читал «Развязку Ревизора». Я просто постараюсь быстро это все проговорить. Первый комический актер начинает объяснять, что «вглядитесь-ка внимательно в этот город, который выведен в пьесе. Все чиновники уроды». Ну, мы с вами посмотрим, да, и поймем, что такого города на самом деле нет на свете. Ну, не может быть, чтобы все чиновники были уроды. Ну, хоть два, хоть три найдутся честных, но так, чтобы ни одного, такого не бывает. А что, если это метафора? А что, если речь идет о нашем душевном городе, и сидит он внутри каждого из нас? Чиновники – это страсти, которые разворовывают казну нашей души. Ревизор Холестаков, вот этот ложный ревизор, это ветреная светская совесть, с которой страсти могут договориться. Давая взятки, находя самые разные способы, как голос совести заглушить, эти страсти будут разворовывать казну человеческой души и использовать ее для обслуживания самих себя. С чем останется человек? Ни с чем, с разворованной казной. Кто же тот ревизор, который является в финале пьесы? Настоящий ревизор. Что такое немая сцена в конце этой пьесы? Для Гоголя немая сцена в конце пьесы «Ревизор» была сродни картине Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Для Гоголя это своего рода символ последнего суда или страшного суда. Вообще тема страшного суда Гоголя занимала, надо сказать, да, и в контексте его поиска это вполне логично. С чем предстану на суд? К тому, кто меня призовет. В развязке ревизора он прямо так и пишет, что когда призовет нас на суд тот с большой буквы, перед кем с большой буквы, уже ни у кого из нас не достанет сказать, да разве же у меня рожа кривая. Да это не я плохой, это вот все кругом виноваты в том, что со мной что-то не так. И немая сцена, таким образом, в финале основной пьесы «Ревизор» это метафора страшного суда. Почему, собственно, вот этот вот последний суд, чем и кому он может быть страшен? Дело в том, что ведь это же тот момент, момент истины, когда человек видит себя настоящим. Вот настоящим. Не таким, каким он себе себя придумал, приукрасив, припудрив там, каким он хотел бы, да, как Чичиков, пожалуйста, подходит к зеркалу и довольно так смотрит на свое кругленькое лицо, на подбородок круглый, говорит, ах ты мордашечка, да, вот без этого всего. А когда человек смотрит на себя и видит обезьяну, призван к тому, чтобы образ Божий внутри него стал подобием, а на выходе имеется обезьяна. И ничего в этот момент уже невозможно изменить. Как застегнутые лавой Везувия герои на картине Брюлова «Последний день Помпеи» ничего уже изменить не могут. Лава движется на них, и они осознают, что это последние секунды их жизни. И вот в чем они сейчас, в том они в царство мертвых и перейдут. Точно так же и для Гоголя. Что такое страшный суд? Это тот момент, когда вот кто сумел накопить и собрать, с тем ты и явишься, то и возьмешь с собой в вечность. Почему для Акаки Акакиевича Башмачкина шинель, украденная у него, становится фактически олицетворением рока. Потому что это человек, для которого шинель стала смыслом жизни. Человек не умирает от того, что у него украдут пальто. Даже если он простудился, он все равно выздоровел и пошел дальше. Человек может умереть, если у него украли смысл жизни. А про шинель Гоголь совершенно однозначно пишет, что Акаки Акакиевич, когда в его голове зародилась мысль о шинели, в какой-то момент начал даже как будто питаться духовно, вынашивая в голове идею вечной шинели. Понимаете? У него же не было кроме этого больше ничего. И вот эта вот шинель, мы когда о шинели говорим, я сейчас напомню просто кратко, привожу в качестве иллюстрации замечательную теорию потребностей Юрия Павловича Вяземского, нашего шефа, заведующего кафедрой всемирной мировой литературы и культуры в МГИМО. Он выделяет вслед за своим отцом, академиком Симоновым, дальше он разрабатывает вот эту схему, он выделяет три основных этажа человеческих потребностей. Витальные, социальные и идеальные. Витальные потребности – это защита от холода, потребность в защите, в еде, в размножении и так далее. Вот какие-то самые-самые базовые человеческие потребности. Следующий этаж – это потребности социальные, потребность во взаимодействии с окружающими людьми, потребность в признании, потребность в карьерном росте и так далее. И высший этаж потребностей, там у Юрия Павловича гораздо более сложная схема, там у него внутри каждого этажа еще по три комнаты есть, итого у него 9 комнат, и по каждой из этих комнат он великолепно перемещается. Почитайте его роман, например, «Бесов нос», там вот он как раз эту теорию блестяще излагает. Высший этаж потребностей – это потребности идеальные, это наука, искусство и, в частности, религиозная потребность, собственно, единственная, которая человек отличает от животного. Потребность знать ответ на вопрос, про что моя жизнь, зачем я здесь, что со мной будет после, как мне отнестись к тому факту, что я умру. Вот это круг вопросов, которые есть только в человеческом сознании. Для животных, как мы понимаем, такого пласта смыслов не существует. Во всяком случае, насколько мы понимаем что-то на данном этапе нашем, знакомство с миром животных, что-то о них понимаем. Это именно человеческая потребность, человеческое свойство. То самое следствие образа внутри нас, стремящегося к подобию, образа Божьего. Вот он, этот голос. Что происходит в случае с Акаким Акакевичем? Поскольку для него шинель из вот этого нижнего этажа, базовых, витальных потребностей, шинель, что она делает? Она защищает от колу, у нее защитная функция. Она в случае Акаки Акакевича переезжает в этаж идеальных потребностей, происходит вот эта колоссальная, катастрофическая подмена понятий. Соответственно, когда у Акаки Акакевича крадут шинель, у него, по сути, крадут смысл жизни. Все. Без смысла жизни человек действительно может погибнуть. Что с этим героем и происходит? С чем он предстает на суд? Вот он человек, который кроткий, который смиренный, который обладает уникальным талантом каллиграфа, да? Человек, который вообще, ну как сказать, он совершенно не эгоцентрист, он не живет там для себя, да? У него есть любимая работа. Ну то есть у него, на самом деле, огромное количество вводных, прекрасных каких-то талантов, которые, пожалуйста, бери и развивай. Что мы видим в конце повести «Шинель»? Призрак Акакия Акакиевича носится по Невскому проспекту, по Петербургу и срывает шинели с абсолютно невинных людей. Мстит за ту шинель, за ту боль, за ту драму, которая имела место в его жизни. Мстит. Понимаете? Вот это страшная загробная участь. В чем застану, в том и буду судить. Да? Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И сокровище Акакия Акакиевича оказывается с шинелью. Поэтому после смерти такая страшная участь носиться призраком в поисках того значительного лица, которое недавно еще было незначительным лицом, да, виновного, собственно, в том, что шинель Акакия Акакевича так и не была найдена. Месть. Месть. Вот что ему нужно. И это страшно. С учетом того, к чему вообще-то изначально человек призван. Так вот, это тот контекст, в котором Гоголь заканчивает мертвые души. И это тот круг вопросов, которые на самом деле его занимают. То есть не то, что там социальное устройство России, да, там крепостное право и прочее. Это все очень важные вопросы. Но это только фон, на котором Гоголь погружается в свое исследование человеческой природы, которое мы сегодня знаем как поэму «Мертвые души». Мертвые души действительно оксюмарон, да. Вообще, по отношению к умершим крестьянам, которые пока еще не фигурируют как умершие в официальных документах и на которых в ревистских сказках по-прежнему, так сказать, вот есть графа, что этот человек жив. Их называли убылые души, ревистские души, их по-разному называли. Словосочетание «мертвые души» оно входит в обращение после поэмы Гоголя. Так же, кстати, как широкое распространение слова «нигилисты» в России получает после того, как выходит роман Тургенева «Отцы и дети». Вот в этом смысле, конечно, литература она во многом влияет на жизнь, определяет и так далее. Вот само по себе вот это сочетание «мертвые души». Мы понимаем, душа мертвой быть не может, душа жива всегда. Про что тогда это название? Что такое «живая душа» как антоним? В чем вообще отличие живого от мертвого? Ну, давайте так поразмыслим. Вот есть природа живая, есть природа неживая. Живая природа, в отличие от неживой природы, имеет способность приносить плоды. Размножением, я не знаю, цветением, как угодно. Разными могут быть формы. Вот камень, если только его не разбить на две части, он плод принести не может, умножиться не может. Яблоня, трава, котенок растет, растет, да, пожалуйста, видоизменяется, потом расы становятся либо папой тоже, либо мамой. Я уж не говорю о человеке. Отличие живой природы от неживой в способности приносить плоды. Мы с вами при этом понимаем, это еще и при Гоголе критиками было отмечено. Вот та самая, как принято было в школьном учебнике говорить, галерея помещиков, вот они-то как раз и есть мертвые души, а крестьяне это настоящие живые души и так далее. Может быть, оно и так, но обратите внимание, ведь у этих помещиков есть дети. Ну, во всяком случае, про кого мы это точно знаем. Мы это точно знаем про Манилова, они нам предъявлены, да, Алкит и Фемистоклюс. Вот, ну, то есть, понятно, такая дурка, легкая, да, простите за выражение, но тем не менее, мальчики, вот, пожалуйста, вот плоды, да. Дети есть у Ноздрева, мы знаем, что он был женат, супруга оставила ему ребятишек, до которых, правда, там Гоголь пишет, ему никогда не было дела, да. Дети есть у Плюшкина. Пожалуйста, казалось бы, вот плоды, в чем же тогда дело. Почему эти люди наводят такой ужас, как будто бы они действительно мертвые души? Возвращаясь к тому контексту, в котором Гоголь приступает и осмысляет и развивает свою идею мертвых душ, мы с вами понимаем, что если это контекст все-таки евангельский, да, как это было в Шинели, как это было в развязке ревизора, как-то будет с еще большей силой в выбранных местах о переписке с друзьями, или, к примеру, в его размышлениях о божественной литургии, да, его последнее такое произведение, то там, это именно в евангельском контексте, на самом деле есть прямое перечисление, не в самих евангелиях, а у апостола Павла, что такое плоды? Какими могут быть плоды человеческой души? То, что мы понимаем с вами прекрасно, да, есть люди, у которых нет детей, это же не значит, что они бесплодны. Нет, совсем нет. Эти плоды могут быть другими. Просто человек это такое интересное и загадочное существо, что у него помимо биологии, помимо физиологии, набора клеток и молекул, да, у него есть еще масса, что? Душа, дух и так далее. Совесть та же самая, да, о которой Гоголь так рассуждает в развязке ревизора, и образ божий, то есть потенциал, заложенный в каждого из нас, там какие-то безграничные таланты, которые мы призваны развивать и этими талантами приносить тоже плоды. И вот смотрите, что мы видим у апостола Павла. Это послание к галатам, пятая глава. Думают статы, которые вы хорошо знаете. Значит, дела плоти известны, начинает апостол Павел. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Если мы на наших с вами помещиков посмотрим, мы увидим, что, в общем-то, каких-то явных вот таких косяков, да, за ними не наблюдается. Ну, кто из них там прелюбодеянием грешит? Да никто. Ну, у Ноздрева есть страсть погулять, да, и женить бы его не изменило, как о нем сказано. Но мы видим скорее страсть погулять в плане в карты или в шашки, кого-то надуть, да, а не то, что там, чтобы у него какой-то легион был любовниц. В общем, нет. Волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси тем более, да, или там ненависть, убийство или пьянство. Да нет. Нет такого в наших помещиках. Более того, мы с вами сейчас попробуем каждого из них так бегло, да, проанализировать к каждому, при первом так просмотре немножечко в каждого вглядеться, и мы увидим с вами, что, ну, фактически у каждого есть какие-то прекрасные, прекрасные черты и достоинства. У того же Манилова, посмотрите, какие отношения с женой. Ну, это же чудо! Люди восемь, более восьми лет в браке, и как они, как два голубка, друг с другом, тю-тю-тю, тя-тя-тя, вот это вот все, ми-ми-ми, да, как у нас сегодня принято говорить, вот такие вот сплошные ми-ми-мишечки. От этого, конечно, приторно и тошно в какой-то момент становится, но, извините, люди восемь лет в браке, и они не ссорятся, и у них вот такие отношения, что каждый друг в друге души не чает, и поминутно вскакивают то с кресла, то с дивана, чтобы подойти к другому и его поцеловать. Ну, вот правда ми-ми-ми, да? И, собственно, у всех помещиков вот такие какие-то очень хорошие, вполне важные свойства мы с вами обнаружим. В чем же тогда сложность? Чего им не хватает? А вот дальше апостол Павел как раз перечисляет, собственно, плоды духа. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Понимаете, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот это как раз то, к чему человек призван. И вот какие плоды духа. Все здесь апостол Павел прекрасно перечисляет. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот с этим как раз вопрос. Потому что воздержание, как вы понимаете, здесь речь идет не только об интимной близости, воздержание в принципе, в умении держать себя в руках в разных своих потребностях, будь то еда, будь то земельные владения, будь то какое-то стяжательство, собирание и так далее. Воздержание, вообще аскеза, хорошее упражнение. Любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость. Здесь мы понимаем, что не выходит каменная чаша. Не дотягивают до этого уровня помещики. Но давайте посмотрим. Пожалуйста, Манилов. Что о нем сказано Гоголем? В первую очередь, есть преамбула. Гоголь здесь перечисляет. У всякого человека есть свой задор. У одного задор обратился на борзых собак. Гродничий сразу вспоминается. Другому кажется, что он сильный любитель музыки. И удивительно чувствует все глубокие места в ней. Третий мастер лихо пообедать. Собакевич какой-нибудь. Четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена. Ну, например, Холестаков. Пятый с желанием более ограниченным спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянии с флигель-адъютантом и так далее. Так, так, так. Словом, у всякого есть свое, обобщает Гоголь. Но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало или большей частью размышлял и думал. Но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался. Ну и так далее. И дальше мы с вами вспоминаем все вот эти вот прожекты Манилова, которые потом в романе Обломов. Да, Гончаров прекрасно эту тему развивает. Что такое прожекты, как они остаются на бумаге. Мечты-то были прекрасные. Да, счастье было так возможно. Да, возможно, пока человек живет. Но у Манилова ничего не было. Никакого яркого свойства характера, кроме одного. Кроме одного. Встречаясь с человеком, он как будто бы сразу хотел ему угодить. Как будто бы сразу хотел ему угодить. Вот стремился сделать так, чтобы понравиться, чтобы заслужить расположение своего собеседника. Душевно радует... Вот смотрите, когда впервые мы Манилову видим, как будто бы в его физиономию было передано сахару. И было в ней что-то заискивающее расположение и знакомство. Дальше к нему приезжает Чичиков. Они побеседовали по поводу мертвых душ. Чичиков уехал. Что делает Манилов? Сидит на диване, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Что это такое? Ну, на самом деле, это называется человекоугодием. Если называть вещи своими именами, это то самое человекоугодие. Почему человекоугодие вообще-то вредно для человеческой души? Потому что человекоугодие в основе своей что такое? Угождение человеку вместо угождения Богу. То есть это, на самом деле, нарушение первой заповеди. Первая заповедь у нас «Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Ну, это если мы доколок берем. Вот, пожалуйста, кому единственно призван вот в этой смысловой системе, в которой Гоголь находится в 40-е годы, кому призван человек угождать? В первую очередь. Да, конечно, мы призваны друг другу угождать, и друг другу служить, и так далее, и так далее. Но, как Чацкий, да, вспоминается, служить бы рад, прислуживаться тошно. Почему? Ну, потому что, когда прислуживаешься, это значит, у тебя на месте Господа Бога что-то другое. На самом деле, там даже не другой человек. Добро бы был другой человек. Это полбеды, хотя тоже со своими очень серьезными последствиями. И для того, кого поставили на пьедестал, и для того, кто этому пьедесталу поклоняется. Но здесь-то во главу угла, и Маниловым это совершенно не осознается, поставлено другое. Это, по сути, своей, ну, такое тщеславие. То есть я буду угождать другим, чтобы про меня хорошо подумали. Покупка любви своего рода. И это действительно опасная история. Там про образование супруги очень смешно Гоголь пишет. Сейчас, чтобы немножечко переключиться на более веселый лад, поскольку все-таки поэмы «Мертвые души» это еще и, правда, местами очень смешное произведение. Вот смотрите. «Манилова воспитана хорошо», говорит Гоголь. «А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей. Французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни. Фортепиано, для доставления приятных минут супругу. И, наконец, собственно, хозяйственная часть. Тут думаешь, ну, может быть, там как-то, да, бюджет или что-то подобное. Вязание кошельков и других сюрпризов. Бисером. Впрочем, говорит Гоголь, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время. Все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепиано, потом французский, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, а потом французский язык, а там уже фортепиано. Разные бывают методы. Понимаете? Вот читаешь это и понимаешь, что все-таки Гоголь – это тролль 80-го уровня. Простите меня за выражение, но это ж надо так, да, вот все это еще прекрасно преподнести. Вообще читать «Мертвые души» – это такое наслаждение во взрослом возрасте. Кто давно не пробовал, обязательно попробуйте. Вот обязательно попробуйте. Это как великолепный фильм, любимый когда-то, да, пересмотреть. Это как вообще, ну, какую-нибудь планету новую для себя открыть. Потрясающая книга. И вот примерно как соотносятся, да, вот эти вот таланты супруги, французский язык, фортепиано и вязание, там, да, хозяйственная часть, как то вязание всяких сюрпризиков. Вот какое отношение реально они имеют к семейной жизни, да, насколько, ну, то есть мы понимаем с вами, что навыки в семейной жизни и вообще, что требуется от женщины, вступающей в семейную жизнь, это вообще про другое. Это про мудрость, это про то самое, там, долготерпение, да, про любовь как поступки. И, пожалуйста, и фортепиано, и вязание крестиком – это может быть в какой-то момент поступок, да, но это всё ни в какое сравнение не идёт с тем космосом, к которому мы призваны. Что делает Манилов вместе со своей супругой? Вот это призвание высокое, да, ну, в общем, они всё сливают, ну, сливают. И даже то, что они так замечательно, очень хорошо, что они счастливо живут вместе. Это, ну, правда, достижение. Пожалуйста, 8 лет, два сына, и, там, поцелуйчики, романтика и два голубка. Но человек призван к большему, да. Брак как возможность достигнуть рая, познать рай здесь, на земле. А рай – это не ми-ми-ми и голубочки. Это, ну, прежде всего, результат трансформации себя. Мы когда о Плюшкине будем говорить, ещё, я думаю, к этой теме вернёмся, потому что Плюшкин как раз тот человек, у которого была семья по полной программе, и опять же, всё утрачено и растрачено, и непонятно, куда ушло. И он-то как раз был человеком, который с талантами вполне себе развитыми, и как легко, оказывается, всё это потерять. Поэтому пока в теме семейного рая поставлю многоточие. Коробочка, смотрите. Набожная гражданка. Печётся о хозяйстве. У крестьян избы, в принципе, в более или менее достойном состоянии. Крыши нигде не прохудились, забор нигде не покосился. Ну, понятно, там курицы какие-то левые бегают по двору. Ну что ж теперь, всякое бывает. Тем не менее, стучатся к ней посреди ночи два человека, вернее, три человека, барин и два его слуги, которым нужен ночлег. Она их не посылает, восвоясь. Она открывает перед ними дверь своего дома. Вот гостеприимство, странно приимство. Пожалуйста, прекрасный завтрак Чичикова ждёт. Она там пирожков каких-то ему напекла и прочее. Вполне, вполне такая хозяйственная, домовитая женщина. Что с ней не так? Вот просто, если задуматься, что с ней не так? К чему на самом деле ведь призвана хозяйка? Об этом в домострое, кстати, не удивляйтесь, не пугайтесь, замечательная, глубокая, для своего времени крайне прогрессивная книга, о которой, может быть, тоже стоит отдельно как-нибудь поговорить. Я не имею в виду сейчас то, что там, как часто говорят, вот, домострой, это значит метод кнута и пряника, жену надо побить, чтобы жена знала своё место. Совсем нет. Нет. Домострой – это книга, которая появляется в то время, когда, в принципе, рукоприкладство было распространено. Выпароть, побить, да это как вот просто чихнуть, я не знаю, или причесаться, да, такое же естественное явление. О чём говорит домострой? Домострой говорит о том, что если хозяин дома желает кого-то наказать, то делать это нужно ни в коем случае не со злобой в сердце, а с любовью в сердце. И если, к примеру, речь идёт о супруге, о хозяйке дома, то делать это надо так, чтобы никто не увидел, как супруг какой-то наказ ей даёт, да, а потом ещё обязательно её приласкать, чтобы она не сомневалась в том, что муж её любит. И уж, конечно, никоим образом этот наказ не должен унижать её, достоинства. Вот её достоинство должно быть на высоте. То есть домострой для своего времени, сейчас не будем на нём подробно останавливаться, это книга крайне прогрессивная. Кто такая хозяйка по домострою? Хозяйка по домострою это такая царица внутри своего дома, которая с материнской заботой относится ко всем своим домочадцам. Ко всем. включая слуг. Вот служанок, каких-то чернавок и прочее. Вот она обо всех, как добрая хозяйка и матушка должна заботиться. Что делает коробочка? Коробочка открытым текстом Чичикова говорит. Она крайне удивлена вообще такой постановкой вопроса. И надо сказать, что вот это первый такой провал пиарщика. сейчас поговорим об этом Чичиков в диалоге с коробочкой. Она говорит, так я же мертвых еще никогда не продавала. Понимаете? А живых она продавала. Вон, протопопу двух девок уступила по сто рублей за каждую. И отличные девки вышли. сами что они там салфетки ткут. О как! Выгодная получилась продажа. И ей хорошо, и протопопу хорошо, потому что девки оказались хозяйственные и сами салфетки ткут. Насколько вот это отношение далеко от того, к чему на самом деле призвана настоящая такая хозяйка, царица своего дома и своих владений заботливая мать. Ну, девок продала, там уступила протопопу, ну, подумаешь. То есть, то, что каждая из них, ну, сейчас даже не будем на этом останавливаться, для нас век процветающего гуманизма, хотя бы на словах, да, совершенно очевидно равенство людей перед Господом Богом в своем достоинстве, перед законом, ну, опять же, да, хотя бы на словах. И мы понимаем прекрасно, что вообще крепостные это такой щур и далее со всеми остановками. И крайне развратительная система государственного устройства и социальная модель. В то время, вот, пожалуйста, да, то есть, ну, как бы у коробочки вот такая история, она спокойно может как это сказать, она спокойно просто может их продать. В отличие, кстати, от Собакевича, который к каждому из своих крестьян относится с, ну, вот, по шкале десять из десяти. Каждого видит, каждого ценит, достоинства каждого ему известны, и он, там, даже среди ночи его разбуди, он наизусть знает все их имена, все их свойства, все их таланты. У Собакевича другая будет беда. Он будет считать, что все эти свойства, все эти души, не только тела, да, они ему принадлежат, и они его собственность. А вот коробочка, она просто не видит в человеке ни души, ни свойств, ничего. Она видит, вот девка, вот сто рублей. И, в общем-то, понятно, да, что здесь тоже ну как это сказать, расти и расти еще до той планки, которая обозначает апостол Павел. Ноздрев вполне устроенное хозяйство, да, какие-то там прекрасные собаки, которых он содержит, угодья, лес, до которого все принадлежит Ноздреву, а после которого там лес как граница такая, да, тут сразу сказки наши вспоминаются, лес как граница между миром мертвых и миром живых, а все, что за лесом, все, то тоже мое, да, говорит Ноздрев. И вот, то есть, человек, для которого, ну как сказать, мир такой безграничный, да, и, в принципе, несмотря на постоянные его проигрыши, вот это вообще непонятно, как происходит, он вполне себе живет не так, чтобы в убытке. удивительные свойства. В чем, да, что не так с Ноздревым? Гоголь, собственно, сам про него говорит в одном из своих знаменитых лирических отступлений. Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Нагадить ближнему иногда вовсе без всякой причины. Но здесь, я думаю, что там и так все очевидно. Есть заповедь о любви к ближнему, возлюби ближнего, как самого себя, нагадить ближнему иногда вовсе без всякой причины абсолютный антоним. И вот это как раз то, чем страдает Ноздрев. Вообще, кстати говоря, вот здесь феномен Ноздрева стоит отметить. Ведь его же призывают в качестве одного из свидетелей, когда пытаются расследовать, кто же такой Чичиков. Знают прекрасно про Ноздрева, что он врет напропалую, что он за словом в карман не полезет, из три короба наплетет такого, что потом никто не распутает, никакой прокурор, никакой сыщик. И тем не менее призывают его в свидетели и ответчики по делу Чичикова. Зачем? А на самом деле ведь людям, которые слушают Ноздрева, хочется слышать то, что говорит он. Хочется иногда человеку услышать про то, что на солнце есть пятна. Почему? Как только мы выясняем, что на солнце есть пятна, о, зачем мне такое солнце? Я буду сидеть в своем болотце, никуда не буду расти, ни с кого не буду брать пример, ни за чем не буду тянуться. И вообще это такая внутренняя уловка для того, чтобы не идти путем большего сопротивления, путем трансформации себя, вот этого образа, стремящегося к подобию. Это очень сложный путь. Это вообще может быть самая адская работа, которую можно себе представить, отменять себя. Но это как раз ровно то, к чему человек призван. Выгодно слушать Ноздрева? Очень выгодно. Даже потом ложки найдутся, все факты будут установлены, а ложь будет опровергнута, а осадок останется, а все равно это значит дескать, про него тогда говорили. Нет, не надо мне быть как этот человек, который каким-нибудь бездомным помогает, или не хочу быть как тот человек, который что-то еще прекрасное делает, потому что я про него слышал то-то и то-то. Говорят, такая-то сделка у него на счету, говорят, с кем-то он руку пожимал кому-то и прочее. вот первым провалом пиарщика почему-то очень часто можно услышать, что Чичиков это человек, который с каждым из помещиков говорит на том языке, на котором этот помещик его в состоянии услышать. То есть Чичиков это такой человек, лишенный свойств. Это, кстати, правда. Он не толстый, не тонок, не молод, не старый, прочее, прочее. Вот что-то такое вечное с серединки наполовинку. И вот вроде как с каждым из помещиков он говорит на его языке, умеет вот так отлично приспосабливаться. Меня каждый раз удивляет, когда я такое слышу или читаю по той простой причине, что ты открываешь первоисточник. Сейчас я прям так найду страница 72. Вот смотрите, коробочка, да, в разговоре с коробочкой что у Чичикова происходит. На прошлой неделе сетует коробочка, сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал. Разве у вас был пожар, матушка? Нет, нет, бог уберег от такой беды, пожар бы еще хуже. Нет, сам сгорел отец мой, внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел, и почернел, как уголь. А такой был приискусный кузнец, и теперь мне выехать не на чем, некому лошадей подковать. Ну, то есть, вот, сидя рядом с коробочкой, человек, ну, более или менее обладающий, не скажу, эмпатией, да, но способностью слышать человека, видеть человека, даже имея какую-то выгоду, или, может быть, даже особенно в нашем испорченном мире, имея какую-то выгоду, сообразит, как к такому человеку, на какой хромой козе, к нему подъехать. На все воля Божья, матушка, сказал Чичиков, вздохнувшая, против мудрости Божьей ничего нельзя сказать. Вроде на языке коробочки вполне говорит. А дальше, уступите-ка их мне, Настасья Петровна. Кого, батюшка? Да вот этих всех, что умерли. Да как же уступить-то их? Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги. И коробочку это повергает в состояние шока. Потому что ничего подобного она никогда не слышала. Будь Чичиков действительно человеком, который с каждым говорит на том языке, которым владеет его собеседник, чтобы он здесь сказал. Ах, матушка, например, сочувствую вам, Настасья Петровна, так ведь на вас теперь издержки-то какие. Так ведь вам же за них платить привиской сказки до тех пор, пока новая перепись у нас на Руси не пройдет. Она скажет, да-да-да, барин, да, и так разорение, и так вот проехали тут эти самые купцы, пеньку-то у меня не купили, и так одни издержки, и так одни убытки. Эх, матушка, слушайте, ну вот такое доброе дело вы мне сделали, да, переночевать меня опустили, и женщина, вы прекрасная, так хочется мне вас отблагодарить. Вот, ну подскажите, чем вас отблагодарить? Ну, походит еще кругами немножечко, и выведет ее Чичиков прекрасно саму на мысль о том, что, а вот давай-ка, ну давайте я вам просто удружу, и раз ничем вам помочь не могу, давайте на себя перепишу, потому что пенька мне не нужна, мед мне не нужен, масло мне не нужно, да, вот это ничего мне не нужно, вот, но чем бы мне вам угодить? Да, вот деньгами отблагодарить не могу, а давайте отблагодарю тем, что на себя перепишу ваши налоги, и вам их платить не придется. Все бы она ему прекрасно написала, и в город бы не поехала, понимаете, ничего бы этого не произошло, никакого бы скандала в городе НН не разгорелось. Нет. И почему надо было так упираться, потому что дальше он чуть ли не кричать на нее начинает, я вот это читаю, и я просто не понимаю, но если ты такой знаток человеческих душ, если ты так в течение жизни научился к людям находить ключи, да, подбирать там какие-то отмычки, точнее сказать, ну воспользуюсь это этим, но нет, значит не так хорош все-таки Чичиков. И значит, не так он все-таки лицемерен. Не все еще пока для него потеряно. Второй провал Чичикова, конечно, связан с Ноздревом. Второй провал Чичикова, это про, опять же, непонятно как, да, когда мы потом биографию Чичикова читаем, мы видим, какие он номера проворачивал с людьми, как он манипулировал чувствами. Казалось бы, должен как-то в человеческой природе разбираться, но нет. С чего он решил, что Ноздреву можно проболтаться про саму идею покупки мертвых душ? но он почему-то все это ему выбалтывает. Потом уже хватает себя за язык, потом он об этом сожалеет и так далее. Возможно, вполне возможно, происходит это от зацикленности Чичикова на своей цели, вернее, на своей задаче. ему нужны вот эти мертвые души, ему нужно каким-то образом увеличить число тех крестьян мертвых, которые записаны на него, и он видит цель, не видит препятствий, ни перед чем не остановится. Вполне возможно, что это его ослепляет. Но какой тут очень важный момент. Ведь Ноздрев, который по сути такой пустозвон, он тоже сыграет роковую роль в разоблачении Чичикова и в его фиаско, и необходимость собственно бежать из города во многом связана с тем, что начинает трепать про него Ноздрев. И с тем, как он на балу его пытается разоблачить в губернаторском доме и прочее, прочее. Помните биографию Чичикова, нет? Это человек, напомню для тех, кто читал давно, это человек, у которого на самом деле от труда особо ничего не было. Отец не то, чтобы ему наследство оставил, отец оставил ему завет, не полагайся на людей, потому что люди тебя подведут, люди ненадежны, полагайся на копейку и копейку эту самую копию. И вот Чичиков собственно этим путем и идет. И есть в его жизни два момента, через которые мы четко видим, как начинает разрушаться что-то важное у него внутри. Преследуя вот эту свою цель, накопительство, которое тоже не сама цель для него. На протяжении всего романа Гоголь повторяет, что Чичиков очень серьезно задумывался о семье и потомстве. И ему очень хотелось, чтобы детям за отца не было стыдно. То есть он хотел, зачем ему нужны эти мертвые души? Чтобы получить от государства определенное количество рублей ассигнациями в качестве, ну то есть это все, так сказать, схема в рамках закона, ну в кавычках, но вот в прямую закон он не нарушает. Нравственный закон нарушает, конечно, потому что обворовывает казну, но при этом никого нигде из людей конкретно не подставляет. Хотя мы понимаем прекрасно, что при идеальном раскладе в идеальном устройстве связь между благосостоянием конкретного гражданина и благосостоянием казны она тоже есть. То есть при идеальном мироустройстве, миропорядке благосостояние государства складывается из благосостояния каждого из его граждан, каждого из граждан страны. Ну и при условии, что государство для человека, а не человек для государства, это такой получается у нас взаимообмен. Выгодно гражданину печься и о своей собственности, и о том, чтобы богатела государственная казна, выгодно и тем, кто стоит у государственной казны, чтобы с казной все было в порядке, и чтобы богатели и припеваючи жили граждане этого государства. Здесь мы видим другую картину. Здесь вообще всем плевать на государственную казну. Здесь, в общем, даже мне приходилось слышать такие обсуждения, что ведь Чичиков ничего, закона не нарушает, никого не обворовывает, и вообще люди не страдают, страдает только государственная казна, ну и что? Ну вот, пожалуй, что здесь тоже есть над чем задуматься. Так вот, Чичикову хочется, чтобы у него была семья, чтобы у него была жена, дом, дети, достаток, и чтобы детям за отца было не стыдно. Как он идет к этой цели? С чего он начинает свой путь? Он начинает свой путь с того, что в школе вместо того, чтобы там съесть какую-то булочку на уроке, он булочку припрячет, сядет рядом с мальчиком из богатой семьи и начнет этой булочкой дразнить. Мальчик голодный сидит и за эту булочку готов ему копейку выложить. У Чичикова таким образом получался вполне себе приличный, практически ежедневный навар. Булочку за копейку купил, за три продал. Вот вам, пожалуйста. Дальше. он экономил, он старался при этом стелиться перед учителем, потому что он понимал, что учитель такой солдафон, ему плевать на то, у кого в каком состоянии, условно говоря, черепная коробка, его волнует только момент, связанный с дисциплиной. Будешь себя хорошо вести, будешь отличником. И Чичиков пошел по этому пути. А еще он старался максимально быстро выбежать из класса, обогнать учителя после того, как уроки закончились, и два или три раза попасться ему на глаза, сняв перед ним шляпу. Дошел до того, что у учителя он в итоге стал любимчиком. Что же мы видим, когда Чичиков выпускается уже из школы и вступает во взрослую жизнь? Учитель заболевает. И вот те самые гимназисты, которые были двоечниками из-за своей плохой дисциплины, ну просто потому, что они были нормальными людьми, да, они, узнав о беде учителя, о том, что он там был изгнан из гимназии, там на чем-то его поймали, его изгнали, он начал пить, потом заболел и теперь прозябает где-то в полной нищете. Они, собравшись вместе, скинулись деньгами, чтобы своему учителю помочь. Несмотря на то, что он их порол, ругал, ставил им плохие оценки за их отвратительное поведение, за то, как он к ним относился, вот это все не важно, страдает человек. что делает Чичиков? Он, для того, чтобы, ну, совсем уж там не сливаться, да, бросает пять грошей и говорит, что у него больше нет. Хотя он уже в должности, у него там какая-то служба, у него жалование и так далее. На что его товарищи бросают ему обратно, его эти гроши, говорят, ну, постыдился бы хоть, и как ранит вот этот поступок Чичикова его учителя. Ведь учитель искренне считал, что Чичиков самый достойный из его учеников. Что происходит в этот момент с Чичиковым? Он между человеческим вот этим движением сердца и служением своей задачи выбирает служение своей задачи, да? То есть, нет, я не могу разбрасываться деньгами, потому что у меня есть цель, я хочу семью, детей, дом, жену, мне для этого нужно состояние, нужен капитал, я иду к своей цели и я не могу разбрасываться деньгами. Здесь сразу несколько граблей. Ну, во-первых, да, синдром отложенной жизни, то есть, я не буду жить сейчас, я буду жить вот тогда, потом, когда деньги скоплю. Ну, классика жанра, там, господин из Сан-Франциско. Вот, да, к чему приводит синдром отложенной жизни. Копил-копил, в итоге за 50 отправился впервые в путешествие с семьей, в итоге умер на корабле, в итоге абсолютно бесславный такой конец. и у Чичикова синдром отложенной жизни. Что происходит дальше с тем же самым Чичиковым? Дальше, переступив через вот это движение собственного сердца, он начинает постепенно стирать в себе человечность. потому что жизнь на самом деле вот здесь и сейчас это про то, чтобы помочь учителю. И тому, кто просит у тебя рубаху, отдай и верхнюю одежду, кто просит тебя пройти с ним поприще, иди с ним два. Чичиков, ну, как часто в человеческой природе, да, это бывает, нет, он отгораживается забором, ну, типа, это не моя проблема, я сейчас не могу, мне свои задачи и проблемы надо решать. И убивает в этот момент в себе впервые что-то очень важное человеческое. До этого были мелкие такие поступки, шаги, а здесь уже по-крупному. А следующее вытравливание в себе человека, да, такое абортирование человеческого начала происходит в тот момент, когда он никак не может продвинуться по службе, опять же выслуживается, то есть он идет проторенной дорогой, у него там его нейронные связи ему проложены определенным образом и подсказывают ему совершенно конкретные пути. У него есть начальник, которого ничем не прошибешь, у него ничто не действует, да, и Чичиков пытается и так ему угодить, и сяк, и здесь подмаслить, и тут вовремя бумагу поднести, и фуражку ему подать, и с фуражки там пыль встряхнуть, ничего не работает, не замечает его начальник. тогда что делает Чичиков? Наводит справки и узнает, что у этого начальника, оказывается, есть дочь, вполне себе уже в возрасте на выданье и даже за этим возрастом, такая по тем меркам вполне себе возрастная девица, и Чичиков в какой-то момент оказывается рядом с этой девушкой в церкви, обращает на себя внимание, начинает ухаживать. Она сердечно к нему располагается, и через какое-то время и ее отец начинает Чичикова замечать. Молодой человек серьезный, намерение серьезное, почему бы и нет? Дочку-то надо уже в конце концов замуж выдавать. И естественно, о будущем зятя начинает проявлять беспокойство, продвигает его по служебной лестнице, и Чичиков сравнивается с ним в должностях. И как только это происходит, он моментально сливается со всех фронтов, перестает появляться в доме, перестает оказывать знаки внимания, и бедная девушка, которой просто поиграли, которую просто использовали, она остается, извините, с разбитым сердцем, ни в чем не виноватая. А для Чичикова она просто инструмент решения его задач. И посмотрите, как работает в жизни принцип бумеранга. Если мы в себе вот такие вещи не распознаем, если человек из себя вот эти ростки баобабов не выкорчевывает, вот эти страсти не выкорчевывают, позволяет им разрастаться, они же разрушают душу, как страсти в ревизоре разворовывают казну человеческой души, как Акаки Акакиевич в итоге остается абсолютно оскудевшей и обворованной. Не на шинель обворованной, а на те прекрасные свойства, которые были у него внутри, которые он растратил. То же самое происходит и с Чичиковым. Если эти баобабы не выкорчевывать, если не пытаться каким-то образом исправлять те косяки, которые человек в жизни допускает, то начинает работать принцип бумеранга. Как он работает в случае с Чичиковым? Кто губит его репутацию в городе Н.Н.? Сначала появляется солдафон, такой пустышка, ноздрев, который что-то там такое, да, про него начинает нести, про мертвые души на балу. И хоть ему никто не верит, но ложечки нашлись, осадок остался. А дальше женщины. Узнав, с какими вестями приехала помещица-коробочка, очень быстро дамы приятные, дамы приятные во всех отношениях по всему городу растрындели о том, что Чичиков на самом деле то ли вор, то ли Наполеон, то ли, значит, дьявол, черт, то ли вообще не пойми кто. Понимаете? Вот так. Принцип бумеранга. И этот принцип бумеранга невозможно отменить, если не пытаться исправлять те косяки, которые человек в жизни допускает. И каким-то образом компенсировать ту боль и те неудобства, которые доставлены другим. людям в связи с нашими косяками. Вот тогда принцип бумеранга. Ну, потому что против него человек оказывается беззащитен. Возвращаясь к помещикам, да, у нас тут еще Собакевич и Плюшкин остались. Ну, а Собакевича просто, поскольку опять, простите, Остапа несет, я кратко скажу, буквально, да. Конечно, он крепкий хозяйственник, уважающий своих крестьян. При этом, понимаете, человек, который почему-то считает, что в его собственности и свойства души этих людей, и какие-то свойства их характера, и вообще все. И Гоголь, кстати, не случайно там проговаривается про Собакевича открытым текстом, что душа у него вообще неизвестна, была ли. А если и была, то как у Кащея где-то за горами и закрыта толстую скорлупую. То есть такая оборона выставлена, да, в несколько рядов. Человек, который внутрь себя никого не пускает, включая себя самого, потому что очень страшно с собой встретиться. Плюшкин. Вот, пожалуйста, возвращаемся к разговору об утраченном рае. Ведь как прекрасно о нем там рассказано. Даже этот образ паука, я не знаю, у меня арахнофобия вообще-то, но когда читаешь про Плюшкина, что он как паук там заботливо в своей паутине от одного дела к другому, от мельницы к полю, вот так вот все держал под контролем, и там Гоголь еще это словосочетание в отношении него употребляет. Мудрая скупость говорит он о нем. Мудрая скупость. То есть он такой рачительный барин, по-немецки может быть рачительный, то есть в хорошем смысле действительно крепкий хозяйственник. И у него супруга, у которой веселый голос, и у него дети, и все прекрасно. Что начинает происходить с Плюшкиным? У него умирает супруга. Да, это катастрофа, это правда, это не дай бог, лучше всего, когда там жили долго счастливо и умерли в один день. Это вообще идеальный расклад. Но такое бывает. Дальше старшая его дочь сбегает с каким-то офицером. Да, а вторая дочь его умирает. с сыном тоже все не слава богу. Каким образом начинает трансформироваться Плюшкин под тяготой этих испытаний? Мы знаем пример Иова Многострадания, который сидит на гноище, у него все погибли, вся семья, все, он один остался, и вот этот вот его, как сказать, внутренний такой крик к богу, да, господи, господи, но есть ли ты? и все равно где же ты, точнее сказать, да, где же ты? Но богу он не предает. Вот эта потребность бога услышать для Иова бесконечно важна. Что дает ему господь за его вот это самое долготерпение? Возвращает ему, возвращает ему старицей все его хозяйство. Все. Вот. И дети, да, то есть он как бы, там, причем не очень понятно, в книге Иова, да, Татьяна Касаткина в своих лекциях о Достоевском, она на это внимание обращает, насчет детей. То есть там складывается такое ощущение, и возможно такой вариант прочтения, что в этой жизни у Иова, да, появляются дети, и еще и в вечности к нему все его дети возвращаются. Ну, то есть вот, но это праведник, это образ человека, который, для которого вообще самое главное, чтобы его не постичить, что бы ни происходило с ним, держать вот эту вертикаль, сохранять вот эту связь. Что происходит с Плюшкиным? Он начинает, ну, то есть у него вот эта внутренняя пустота, она начинает заполняться, как это часто бывает, одной из страстей. В данном случае, ну, есть такой термин силогамания, да, если в духовном измерении как-то пытаться аналог найти, это будет мышелоимство. и то, и другое можно перевести синдромом Плюшкина. Довольно известная штука, да, феномен, когда человек начинает отовсюду вещи собирать и тащить к себе и не способен с ними расстаться. Что это такое? А, вот, кстати, да, в современном мире, если проекцию на нашу жизнь, это шапоголизм, это попытка заполнить внутреннюю пустоту, но она этим не заполняется. Что происходит дальше? Там Гоголь пишет, прям буквально употребляет этот глагол, что Плюшкин, характер его начал мелеть. И вместо того, как вот раньше он занимался хозяйством, мельницами, полями, угодьями, лесами и так далее, чем он занимается теперь? Он начинает какие-то перышки собирать, какие-то бумажки собирать, ведро, если там какая-нибудь крестьянка оставила случайно у колодца, он и ведро припрёт к себе домой. И всё это, главное, обращается же, это всё каменеет, у него там покрывается паутина или графинчик, покрывается, как скуфейкой, там, слоем пыли. То есть это ничему не служит. Это вот просто накопительство ради накопительства. А почему? Потому что в какой-то момент он испугался. Вот у него есть его богатство. А кому он их оставит? Такой синдром скупового рыцаря, хотя впрямую проводить параллели между Плюшкиным и скупым рыцарем не вполне корректно. Это всё-таки немножко разные формы болезни. Кому он оставит? Дочка сбежала с офицером, сын всё промотает. Ещё одна дочка умерла. При неё, кстати, особо там больше ничего не сказано. Сказано только, что она умерла. Но можно себе представить вот это отцовское горе, на котором, может быть, вполне он и ломается. Жену потерял, дочь потерял. И в нём начинает развиваться потребность всё держать под контролем. Вот всё, что бы ни было у него, он должен всё контролировать. Как он ругается на свою ключницу за то, что не может найти четвёртушку бумаги, на которой Чичикову ему необходимо написать записку. Куда запропастила? То есть он сразу начинает подозревать её в том, что она эту бумагу украла. И злится на неё. Говорит её, что черти в аду будут её этой бумажкой попрекать. Ну, это вот из серии, что там скушал Робин Вобин Барабек, скушал 40 человек, при этом пришёл на исповедь сказать, что случайно там яичный порошок в среду попал ему в горчицу. И он таким образом согрешил. То же самое Плюшкин. То есть он начинает есть людей в результате вот этого своего своей мании тотального контроля. А что такое мания тотального контроля? Чем это можно объяснить, когда человек хочет и вот это, и вот это, и вот это, чтобы всё было на моих глазах, всё контролировать, всё я сам и больше никто. На самом деле мы понимаем, что тотальный контроль это иллюзия. Вот на нашем веку, пожалуйста, за последние несколько лет, сколько раз у нас было это ощущение, что мы что-то в своей жизни не контролируем, потом шарах и пандемия. А потом ещё что похуже. Нет. У Господа Бога этот контроль. Вот в той системе смыслов, где там в 40-х годах Гоголь пишет «Мёртвые души», это прерогатива Господа Бога. Когда человек пытается взять окружающее пространство под контроль, он пытается себя поставить на место Господа Бога. И вот такая тоже патология. Что очень важно, и на что тоже, что-что? Извините, я просто вы сейчас сказали, что человек если под контроль, хочет держать всё под контроль, он хочет на место себя Господа Бога поставить. А я считаю, что может быть это от неуверенности идёт человека, что не то, что он хочет быть как самый главный, но что он как раз очень неуверен в себе, и поэтому из-за этого он как раз не хочет всё контролировать. Спасибо, да, это важное замечание. Вы знаете, очень часто так бывает, что неуверенность в себе это всего лишь обратная сторона гордыни. Это вот, я причём, вы знаете, сейчас даже не хочу углубляться, как это работает, да, но это вот на языке психологии может быть проще будет объяснить. Мы говорим завышенная самооценка, заниженная самооценка у человека, высокая, да, или низкая. На самом деле для психологов есть другая классификация адекватная и неадекватная самооценка. Адекватная это как раз то, что на языке духовной жизни называется смирением, то есть с миром принятия себя, понимание, о, всё село, да, то есть понимание своего потенциала, да, принятия этого потенциала, вот без попытки перепрыгнуть через голову, да, и заниматься тем, что тебе не соответствует, но при этом взятие на себя ответственности за то, что соразмерно тебе и развитие своих талантов вот в тех направлениях, которые тебе даны и отмерены. вот, это смирение, да, то есть понимание собственной меры, как наш коллега по Фоме Саша Ткаченко однажды заметил, понимаете, ведь смирение раньше через е писалось, смирение, понимание собственной меры, да, вот, то есть понимание собственной меры и с миром принятия себя, вот, что такое неадекватная самооценка, а это вот как раз заниженное, завышенное и всё остальное, и они, как правило, у человека с неадекватной самооценкой его кидает то в одну крайность, то в другую, то одно, то другое, то одно, то другое, вот, то гордыня, то самоуничижение, вот, и в этом смысле как раз вы абсолютно правы, да, и вот это вот желание контролировать, оно тоже может быть следствием и того, и другого, одной из этих крайностей, вот, но в целом это, конечно, да, человек, который пытается всё в этой жизни контролировать, это человек, который себя пытается поставить на место Господу Бога. Очень многие исследователи отмечают, и вот это то, что греет душу, это то, в чём видят задел на второй и на третий том, что у Плюшкина, в отличие от других помещиков, есть биография, во-первых, это значит, что вот он почему-то как раз вы сказали, что именно Плюшкин вызывает какое-то сочувствие, жалость и прочее, потому что в отличие от остальных, которых мы видим просто в форме, ну вот, как сказать, мы их видим в моменте времени и не знаем про них ничего ни до, ни после, а про Плюшкина мы знаем, что с ним было, каким он был и сколько он растерял, понимаете, человек, который жил в раю, развивая свои таланты, да, хозяйственные, талант любить, талант семейственный и прочее, прочее, сейчас добровольно в аду, добровольно, потому что ад это всегда добровольно, добровольно, человек там оказывается добровольно, помните, как у Льюиса двери ада заперты изнутри, не хочешь там быть, открывай и выходи, но сложность в том, что человек оказывается в аду именно потому, что ему там комфортно, И он соответствует, вот это пространство, не знаю, как оно существует, но именно это пространство, или точнее сказать, состояние, соответствует состоянию души человека. Вот тогда он в аду. А про Плюшкина есть там чудесное замечание, он вспоминает, кого бы поверенных можно было бы выбрать, вот он вспоминает какого-то там человека, с которым, точно, мы же были однокорытниками, ну то есть они вместе ходили в школу, в школе вместе учились. И тут какой-то теплый луч пробежал по его лицу. Удивительная штука. Вот это вот, не похожее ни на мужчину, ни на женщину, там существо, в котором стерты уже абсолютно все признаки человеческого, да, вплоть до гендера, вплоть до гендера, да, все стерто, абсолютно все. То есть вот он такая там прореха на человечестве, как о нем Гоголь говорит, что такое прореха? Это дыра, то есть пустота. Что самое страшное, что может случиться? Пустота, да, в которую там, что бы ни упало, оно все пропало. Оказывается, нет, он живой. И вот этот вот луч воспоминания, он проскальзывает по его лицу. И там, кстати, очень важное в этом смысле есть размышление Гоголя, которое впоследствии, да, на мой взгляд, вот эту тему продолжит Достоевский. В речи Алеши Карамазова «У камня» смотрите, что пишет Гоголь. «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек, мог так измениться. И похоже это на правду. Все похоже на правду. Все может встаться с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество. Забирайте с собою все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге. Не подымите потом. Грозно страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется «Здесь погребен человек». Но ничего не прочитаешь на хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. Старость сейчас оставим в стороне. Вот этот вот очень важный момент. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество все человеческие движения. Помните речь Алеши Карамазова «У камня»? Когда он с мальчиками там стоит. Они только-только похоронили своего друга Илюшу. Илюшу Снегирева. И мальчишки, которые ненавидели этого Илюшу, травили. Там буллинг был. Вот прям все по полной программе. Алеша начинает с этими мальчиками работать. Оказывается талантливым педагогом. Объясняет каждому из них, как больно Илюше от вот этого противостояния, от этой их вражды, от того, как они его травят. И постепенно, шаг за шагом, сердца этих мальчиков, которые на самом деле очень добрые, они дети. И они добрые по сути своей. А жестокость эта детская, она, ну как сказать, она не злонамеренная. Они постепенно начинают смягчаться. И в итоге, вот буквально там за несколько дней до смерти Илюши, какую чудесную картину мы видим. Что вокруг него, у его постельки, собираются все эти мальчики. И они готовы этого Илюшечку там обнимать, целовать. И они готовы с ним сидеть целый день. Они готовы его веселить, радовать. Они готовы все, что угодно сделать, лишь бы только облегчить его страдания и его утешить. И вот это чудо, вот это мир и гармония, которые возможны в человеческой жизни, даже если нулевая точка, вот это старт, да, в качестве старта, у нас были неприязнь и вражда. Все может человеческое сердце пройти и преодолеть. И что говорит Алеша мальчикам после того, как Илюша умирает, и они собираются у него, вот вокруг того камня, который очень нравился Илюше. Алеша Карамазов им говорит, господа, он с ними говорит на равных, он старше, но он говорит с ними на равных. Господа, посмотрите друг на друга и запомните друг друга и самих себя именно такими, как вы сейчас. Потому что, может быть, мы проживаем с вами сейчас лучший период своей жизни. Может быть, мы никогда с вами больше, там, нас ждут падения, нас ждут какие-то там спотыкания в жизни, да, нас ждут ошибки. Мало ли что нас ждет, но помните, какими мы можем быть. Может быть, вполне сейчас действительно самый лучший момент нашей, вашей жизни. Себя запомните такими и других запомните такими. Почему? Потому что, когда человек помнит, каким он был, это значит, он понимает, у меня есть потенциал. И если я таким однажды был, это значит, я могу в это состояние вернуться, я могу дорасти до этой планки, в меня заложено это. Для этого нужно решиться, да, на очень отважный шаг, на вот эту трансформацию себя. Но это возможно. И у Гоголя, понимаете, вот как будто бы предисловие к одной из важнейших линий романа «Братья Карамазовы». Берите все лучшее, что было с вами в юности с собой. Забирайте, запоминайте, не оставляйте на дороге. Апеллируйте к этому. И если действительно замысел Гоголя, как он писал, был бы таков, что Плюшкин у него заговорит на языке пророка, то вот вам, пожалуйста, какая трансформация была бы возможна. Собственно говоря, теперь несколько слов о Чичикове уже, я думаю, напоследок. В чем его главная драма? Что плохого в том, что человек хочет социального статуса, семью, детей, чтобы детям за отца не было стыдно. Да все же вроде бы прекрасно и замечательно. Да все очень хорошо. Все очень хорошо. Однако, вот посмотрите, какая история. Если вернуться к этой теории потребностей Юрия Павловича Вяземского, основанной на теории потребностей академика Симонова, вспомнить вот эти три этажа, напомню, что сама схема гораздо сложнее. Но мы с вами говорили про три базовые этажа. Потребности витальные, потребности социальные, потребности идеальные. Вот в случае Акаки Акакиевича подмена происходит между, когда базовая потребность, шинель, становится на место идеальной потребности. У Чичикова тоже происходит такая подмена. Но только не базовые, вот эти витальные потребности подменяют идеальную, а социальные, второй уровень. То есть ему хочется пробиться, ему хочется состояться, реализоваться, ему хочется в социуме закрепиться. Ему семья-то нужна на самом деле не как, простите за выражение, инструмент достижения Царствия Небесного. Как часто могут об этом сказать, это кого-то может повергнуть в шок, но на самом деле так и есть. Потому что мы, держась друг за друга внутри семьи, растем в этой самой вертикали. Для Чичикова нет. Для Чичикова семья – это горизонтальное измерение. И потребности его, про что моя жизнь, зачем я здесь, чтобы детям за отца не было стыдно. Вот это все, понимаете, из второго яруса переходит в третий. Социальные потребности подменяют идеальные. И получается тогда, что вовсе не Царствие Божие ищет этот человек. Для Гоголя, повторюсь, да, то есть для нас с вами мы можем быть в разной степени удаленности от этого вопроса. Но для Гоголя в 40-е годы это вопрос принципиальный. Ищите прежде Царствие Божие, и остальное приложится. У Чичикова нет. Чичикову хочется в Царствие Божие попасть по контрамарке. А это так не работает. И неверен его план, и в этом его ошибка. И детям за отца будет стыдно. Потому что в рай по контрамарке – это значит в ад. Здесь снова Льюис вспоминается его расторжение брака. Человек в неподготовленном состоянии, оказавшись в раю в самом прекрасном месте, будет корчиться от ужаса, потому что это солнце его будет слепить, потому что трава будет для него слишком острая, потому что все там будет не так. А на самом деле не прокачана сердечная мышца. Он просто сам не готов к тому, чтобы в таких условиях оказаться. Александр Ананьев очень любит, сидящий здесь, мой супруг, он очень любит образ. Попробуйте неподготовленного слушателя, который вырос на каком-нибудь блатном шансоне, попробуйте его посадить в консерваторию. И там будет играть прекраснейшая музыка. Там Курензис будет исполнять реквием Верди. Или что-нибудь еще, да, вот такое космическое. Или там, не знаю, Ростропович будет для него играть. Он не сможет это оценить и услышать, потому что его замес пока другой. Это не значит, что это навсегда так. Но он пока вот эту красоту не увидит и не оценит. Человек, который всю жизнь просидел в подвале или в пещере, выйдя на солнце, ослепнет от этого света. Прокачивать нужно, готовить себя вот к этой самой жизни, к которой на самом деле человек и призван. И жизнь, собственно, дана для того, чтобы вот этот образ стремился к подобию. У Чичикова этой системы смыслов нет. Но Гоголь говорит. Во-первых, он повторяет здесь свою мысль, которую он провал. Вот тут у нас дискотека. Да не-не-не, на здоровье. Я вообще ко всей музыке прекрасно отношусь, особенно когда она людей радует. Это же очень хорошо. Просто, ну ладно. В общем, понимаете, ведь Чичиков... О, видите, нас услышали. И проявили деликатность по отношению к нам. Чичиков имеет возможность измениться. Потому что и о нем тоже Гоголь вскользь упоминает, что вообще-то сердце его было вполне мягкое. И проходя мимо нищего, он не мог удержаться от того, чтобы не подать ему медный грош. Ну, хоть что-то, ну, подавал. Да, пусть это медный грош, но все-таки подавал. То есть и у Чичикова, так же, как и у других помещиков, есть задел на вот эту самую трансформацию. И вполне возможно, мы увидели бы это во втором и третьем томе «Мертвых душ». Но, как вы знаете, замысел Гоголя не был реализован. Гоголь себя очень строго спрашивал и считал себя недостойным, неготовым того, чтобы браться за столь высокий замысел. Более того, вот как Воропаев предполагает, что у Гоголя все-таки во втором и третьем томе не только раскрывался бы путь преображения душ этих помещиков, но раскрывался бы и путь преображения всего народа. Ответ на вопрос «Куда ж несешься ты, птица-тройка?» Вполне возможно, что и этот ответ мы бы нашли во втором и третьем томе. Ответ пока риторический. «Куда несешься ты, птица-тройка?» Когда Гоголь читал наброски к «Мертвым душам» Пушкину, Пушкин говорил, то есть он смеялся, он смеялся от души, а потом он стал очень грустен и сказал, сейчас дословно не помню, что-то типа того, что как же несчастна наша Россия, какие же здесь беды, вот, пожалуйста. И то, и другое, все вместе. Гоголь, у него было представление о том, что у него есть мессианская задача, и что он мертвыми душами должен указать путь и конкретному человеку, и всему народу, и так далее. Но на личности Гоголя, на его внутренней драме, сейчас уже подробно останавливаться не будем. Скажем только, что, скажу, да, что вот у Чичикова, понимаете как, ведь вот это желание семьи, жены, детей и прочее, потомство, там неоднократно упоминается, что как он заботился о своих потомках, о их славе в их глазах, это же вот то же самое память их в рот и рот. Помните, да, на отпевании звучат эти слова, это молитвословие «память их в рот и рот». Это его, свой, вот тот, как он понимает путь в бессмертие. И в этом смысле, да, когда человек действительно этого хочет, а тема смерти, она там в мертвых душах поднимается в связи с кончиной прокурора, который не приносит удара, там, да, он скончался, и внезапно там увидели, что у него есть душа. Впервые жители города НН увидели, что у кого-то есть душа. И Чичиков тоже вздохнул о нём, надо же, ведь у тебя были какие-то свойства, да, и ты был человек, а будут вспоминаться только одни густые брови. Вот здесь бы казалось бы задуматься о главном, задуматься о смерти. Но нет, Чичиков тут же переключается на свои рабочие задачи, кличет селефаны и велит закладывать коляску. Моментально переключается от этой вот самой важной, может быть, темы в жизни человека, от самого важного размышления, опять переключается на вот эту мелкую суетность. Будем надеяться, что, там, Гоголь говорил, надо приглядеться, каждый из нас может Чичикова в себе разглядеть. Точно так же, как каждый из нас может разглядеть в себе тот самый город, в котором разворачивается пьеса «Ревизор», и чиновников этих может в себе разглядеть. И разве у кого-то из нас хватит духу сказать, да разве у меня рожа крива? Вот точно так же, как если мы в себе разглядываем Чичикова на том или ином этапе нашей жизни, точно так же пусть у нас не покидает надежды, что трансформация этой части нашей души возможна. Главное, тот вектор, который человек для себя выбирает, вектор движения. И честный ответ перед собой, без подмены понятий, да, а перед лицом того суда, о котором Гоголь говорит в развязке «Ревизора». Спасибо вам большое за внимание. Опять я вашим терпением злоупотребила, и, не знаю, нам намекают мягко, что пора закругляться и освобождать пространство. Если есть какие-то вопросы, постараюсь кратко ответить. Ну, вот, в общем, благодарю за внимание. Не знаю, удалось ли что-то новое открыть по поводу этого романа, потому что все-таки он довольно-таки прозрачный. Если внимательно его читать, просто с карандашом, то там очень многие вещи, они поступают сами. Очень вам советую. Прямо вот перечитайте, это огромное удовольствие. Спасибо вам, спасибо. Спасибо.